Сегодня в кафе Обломов два виднейших диджакея нашей страны. Оба они по происхождению питерцы, однако живут и практикуют в Москве, где, в общем-то, вот эта вот диджакейская культура особо активно развивается. Диджей Грув и Иван Салмаксов, диджакей культовый. Иван Салмаксов как промутер, и просто человек был особенный, очень собранный, цельный. И любую тему, за что он брался, он доводил настолько до конца, и просто это становилось как бы... Вот он брал в пепел, запускал руку и доставал каждый раз какой-то редкий бриллиант. Дамы и господа, мы готовимся к взлету и просим вас разместить ручную кладь на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами. Диджействовал он только для того, как он мне сам говорил, что диджействовал только для того, чтобы заработать денег. А вообще его больше интересовала, конечно, музыка. Создание музыки, именно создание ремиксов, записывание самостоятельной музыки, но для этого у него не было средств, поэтому он работал как диджей. Он пропал, вот спустя некоторое время, как он начал заниматься тем, чем он на самом деле хотел. То есть он записал свой диск первый. Мне он сказал, искренне сказал, что наконец-то я занимаюсь тем, чем я хотел. Наконец-то я перестану играть по клубам, а буду заниматься чистой музыкой. Вот это были его слова. Отдаваясь этому. Востребован он был, честно говоря, больше не за пределами России, скажем так. То есть он играл в Прибалтике, играл в Великобритании. Так он мне сам говорил, что его музыку пока здесь не понимают. Для меня важно, чтобы была смысловая нагрузка в ней определенная. Чтобы это было, если человек называет это чем-то новым, если он выдвигает какую-то идею музыкальную, то должны быть какие-то новые мысли все-таки в музыке обязательно. И когда пришел сюда бизнес, да, это стало скучно, это стало как бы «боринг». Большие табачные деньги, лобби, алкоголь и табак платил за это все. Это и убило в конце концов мероприятие. Я думаю, что табак убил независимость, искусство электронное в России уж точно. К нам пришли мировые всякие различные бренды, банки, все это. Мы стали работать по их схемам, да. Рейвов, после этого бандиты все это прибрали к рукам. Вот какие-то бандиты, какие-то бывшие комсомольцы, значит, всю эту историю под себя подмяли. Ваню Салмасову просто убили. И, в общем, для меня вся эта история закончилась абсолютно. Андрей хочет, хотелось бы Андрею поставить раз на светоточку во всех слухах, то, что очень сильно муссируется в интернете и в СМИ. Да, я абсолютно точно знаю причину. Могу ее озвучить. То есть за год до исчезновения Ивана было заказано убийство, был убит его спонсор, который купил ему аппаратуру, который позволил Ване заниматься всем тем, чем Ваня занимался, то есть писать музыку. Занимаюсь сейчас музыкой. Я сижу спокойно дома в студии, изучая инструменты. И Иван пообещал, что он найдет заказчиков, исполнителей этого заказного убийства. Ну вот в 2001 году была поставлена точка, то есть было сказано, что Иван далеко зашел в своем расследовании. Стал опасен. То есть его убрали именно из-за этого. И диджей не собирался остановиться. Я до последнего момента не хотел, чтобы мое имя было написано на флайере, где-то на пригласительном билете в вечеринку, как «Диджей Иван». Диджей мне не нравилось это. До сих пор не нравится эта приставка, потому что, в принципе, действительно у этой специальности, уже у этой профессии появляются отрицательные различные черты, такие как престижность, что является, по-моему, очень отрицательные черты для любой профессии, потому что тянется тогда сразу же очень много шлака ко всему этому, и очень тяжело потом во всем этом как-то плавать.